Тема называется так «Иисус и я». В прошлый раз было «Священное Писание и я», а позапрошлый раз было «Я в теле Иисуса». То есть мы далеко от Иисуса не уходим, можно много разных интересных откровений, но Иисус у нас самый, самый, самый чудесный. Дух Святой, драгоценный Иисус, я прошу Тебя, чтобы сейчас это способность творить, создавать, это сила Духа Святого. От Тебя, Иисус, действовал в наших сознаниях, в наших разумах, чтобы слова Твои, они просто как камни, как кирпичи, выстраивались стройно, четко, последовательно, чтобы дом духовный в каждом из нас превращался в мощное здание, в котором мы являлись бы домоуправителями в Твоего Царства. И я благодарю Тебя, Дух Святой, за то, что сила Твоя совершается даже в наших неспособностях. И я просто постанавливаю страх «Остановись!» Я просто снимаю всякие ограничения, и все, что пыталось влиять, удаляю прочь. Я говорю, Господь, в Твоем теле, здесь, на этом месте, свобода, мир, жизнь, торжество и слава Твоего Царства, чудеса, знамения, исцеления, освобождения, благословения, вся полнота Божества Твоего, и Духа, и Души, и тела каждого из нас, наполнение, полнота, дух и жизнь. Иисус и я. Иисуса знаем. Павел нам тоже знаком. Но кто ты? Тоже вот вопрос. Многие не обращают внимания. Просто, знаете, такой момент. Как я могу сравнивать себя или быть рядом где-то с Иисусом? У многих верующих просто не задают этот вопрос. Ты рядом с Иисусом? Ты вообще какой ты? Кто ты вообще там? Ты в теле, или ты аппендицит воспаленный? Или ты в кишечнике уже выходишь, как навоз? Или ты слава, и ты высота Божья? Или ты при мудрости находишься? Где ты в теле? Это очень важно. Получается, что Иисус голова, а мы тело. Но каждый из нас в этом теле является кем-то. И ты можешь задать вопрос. Иисус, а кто я в теле? Раковая опухоль? Или я благословение для родных и близких? О чем я думаю? Вы знаете, как думает раковая клетка? Люди, болеющие раком, это люди, которые обижены на других, и это как бы питает их эгоизм. И от этой формы мышления проецируется развитие раковых клеток в организме. Мне что-то должны. У меня что-то не так. Но моя гордость в эгоизме, все это смешивается. Вот тебе раковое питание для раковой клетки. Поэтому желательно вот это все. Знаете, мы сегодня будем молиться. Нам нужно будет найти такие листочки. Вы на этих листочках напишите какой-то глюк. Мы помолимся, и вы мне их сдадите. Иисус говорит, сдайте мне ваши глюки, я просто забираю ваши странности, и я буду вас благословлять. То есть вы напишите какую-то проблему, отдадите мне, мы помолимся. Иисус забирает у вас. Забирает у вас. Просто забирает в наглую. Ты ходишь со своим диагнозом, напиши свой диагноз, Иисус забирает у тебя. Хватит играться, хватит носить в себе всякий мусор, всякую ерунду. Так, Священное Писание. Сегодня будет много Священного Писания. Вопрос первый. Кто такой Иисус Христос? Все знают, да толком непонятно что. Значит, Он всемогущий. Я сейчас не говорю о Троице, я сейчас не говорю об Отце, я сейчас не говорю о Духе Святом, я говорю об Иисусе. И имя Иисус означает Спаситель. Когда я говорю Иисус, это значит, что в любой ситуации, когда ты говоришь Иисус, происходит действие спасения. Спасение от нехватки денег. Спасение, которое, была атака на здоровье, на тело. И ты спасен от немощи, ты спасен от атаки, ты спасен от катастрофы, ты спасен от какой-то опасности. Христос означает помазанный. Помазанный, это значит, это сила Бога является на исцеление, на освобождение, на благословение, на богатство, на процветание, на жизнь. Вечно Христос, Господь. Христос означает помазанный. Помазанный зачем? Делать много, делать неограниченно. ограничено. Имя моего Господа Иисус Христос спасает и благословляет. Как только я говорю, кто призовет имя Господне, он спасется, но он будет еще благословлен. Вы знаете, что благословение, у меня есть такая вещь, это не благословение, это последствия благословения. Благословение, оно входит в тебя и производит в твоей жизни, благословение приносит радость и приносит богатство. Ты радостный и у тебя вдруг все складывается хорошо. Это значит благословлен. Многие думают, знаете, я в Одессе такие есть разные люди, они думают, я женюсь, выйду замуж и я стану лучше. Да бред, это сумасшествие. Одна говорит, а я не спрашиваю у парня сразу, есть ли у него квартира. Я так подумал, ты планируешь залезть в эгоистическая клетка, в чью-то квартиру и там просто продолжать бездельничать? Иисус так не благословляет. Найди какого-то человека в твоей жизни, который был бы благословением, просто благословением, и вы вдвоем войдете в славу Божью. А эти думают, я запрыгну куда-то, и меня просто не пронесет. Водоросли снять надо с ушей, водоросли. Тут еще где-то водоросли, снимаем водоросли, да? Сейчас цветет море в некоторых местах, кто поплавал, то знает. Хорошо. Иисус избавитель, искупитель, благословитель и истинно родной. 1 Иоанна. Иисус является словами Бога. Вначале было слово, были слова, слова были у Бога, и слова Иисус. И потом они в 14 стихе, слова Божьи воплотились, и Иисус родился на земле, полный благодати и истины. И Колоссянам 1,18. Там написано, мы на прошлом служении говорили, что Иисус – глава тела. Иисус – голова тела. Иисус – слова плюс голова тела. Я в теле. То есть слова входят в тело, и что производят? Производят что? Мы имеем сегодня Священное Писание и Иисуса. И Иисус неразрывно от Священного Писания, и Священное Писание не может быть. Когда люди проповедуют Священное Писание, это очень хорошо. Но если там нет Иисуса, это проблема. Можно придумать все, что красиво говори, прикрываться хорошими лозунгами, и даже быть в хороших мотивах. Но это неправда, это не истина. Истина есть Иисус. Написано, вы исследуете, вы ищете в Священных Писаниях спасение, а они говорят об Иисусе. Иисус говорит, Священные Писания говорят об Иисусе. Обо мне Иисус говорит о Нем. И в Марка 1.17 Иисус говорит. Кто такой Иисус Христос? Он говорит, и сказал Иисус, идите за Мною, и Я сделаю вас. И мы сами люди. Я просто сделаю вас. Я вас сделаю. Как? Если ты пойдешь за Иисусом, Он тебя сделает. И так, не поняли, да? Дух отвлечения, сразу прилетели эти совы, совы, сели на плечи попугаи, такие с этими, во имя Иисуса, Дух отвлечения, прочь! Аминь. Что Он делает? Он просто сделал в духовном мире действия. И сказал им Иисус, идите за Мною, Я вас сделаю. Там, естественно, сделаю вас вовцами человеком. Нет, Он тебя сделает как надо. И ты станешь и вовцом человеку. И все у тебя станет как надо. Идите за Мною. Иисус Христос говорит, иди за Мною. А кто такой Иисус? А Он говорит, иди за Мною. Я хочу прочитать вам сценарий, чудесный сценарий, сценарий, сценарную линию судьбы христианина. Это 22-й псалом. Если вы проследите за контекстом этих стихов, вы увидите, что там жизнь как сценарий какого-то интересного фильма. И я начну читать. Написано, что Господь пастырь мой, но я говорю, Иисус обеспечитель мой, потому что по смыслу дальше идет. Господь пастырь мой, Иисус обеспечитель мой. И я всем обеспечен. И у меня все есть. Ты покоишь меня. Это жизнь христианина, сценарная линия. На злачных пажетях водишь меня к водам тихим, подкрепляешь душу мою, направив меня на путь правды ради имени своего. Ну, если я пойду долину и смертной тени, бывает. Не убую зла, потому что ты со мной. Сценарная линия, ты со мной. Твой жезл, твой молоток, твоя кувалда, твой топор. Они успокаивают всех вокруг меня, усиливают меня. И все смиряются перед именем Иисуса. Ты приготовил предо мной трапезу ввиду врагов моих. Так развивается сценарий тебе в плюс, вроде проблемы, а у тебя все в прибыль. Ты умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена, пришло помазание, пришла полнота. Так благость, милость сопровождают меня во все дни жизни моей. И я пребываю многие дни в доме Господнем, то есть всегда. То есть я окажусь с Иисусом вечно. Если вы откроете 22-й псалом, это сценарная линия, где есть покой. И в этом покое мы забываем иногда про Иисуса. Мы оказываемся в долине смертной тени, там мы быстренько снова хватаемся за Иисуса. И Он нас помазывает, мы переходим на новый уровень. И так вечно с Господом. Поэтому Иисус, кто такой Иисус? Вообще, как можно сказать об Иисусе в течение 5-5 минут? Я взял какой-то спектр, который касается наших жизней. Но Иисус намного больше, Он намного могущественнее. О Нем вообще можно всю вечность говорить. И мы будем постоянно в позитивном шоке от тех интересных вещей, которые нам будут открываться. И Отец поставил Иисуса выше всего главой церкви, которая есть тело Христова, полнота, наполняющего все во всем. Я хочу, чтобы у нас будет 8 пунктов, и после каждого пункта мы будем говорить исповедание. Если мы прошли вот Иисус, кто для меня, то исповедание звучит так. Иисус Христос, все во всем для меня. Аминь. И я просто буду говорить исповедание, вы повторяйте за мной. Иисус Христос, все во всем для меня. Аминь. Кто Иисус для меня личного? То есть мы, кто такой Иисус, а теперь Иисус и я. Как мы вместе взаимодействуем, что, какие соединительные звенья. Евангелие, благая весть. Иисус верный, любящий. Иисус доказал свою любовь, ко мне умер вместо меня. Как в этом стихе Иоанна 3, что «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы...» Аминь. «Чтобы никто не погиб, но каждый имел жизнь, еще и вечную жизнь». Жизнь, она не бывает просто только в вечности. Жизнь вечная начинается сейчас. Уху! Халлилуйя! 1 Иоанна 4,7-10 Иисус для меня лично. Возлюбленная. Скажите, возлюбленная. Ты возлюбленная? Или как-то по-другому? Возлюбленная. Да? Аминь? Аминь означает сейчас, и это так и происходит. Аминь. Будем любить... Здесь идет речь об отношениях в семье Божьей. Будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. Всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог, Господь, есть любовь. Иисус, Он единственный, кто в Троице имеет физическое тело. Когда Он умирал на Голгофском кресте, Иисус для меня это делал, Он является... Любовь, она, любовь, это и есть какой-то активный элемент благословения. Если я могу любить, значит, благословение во мне работает. Любовь прощает, любовь покрывает, любовь милует, любовь благословляет, любовь берет ответственность, любовь оплачивает, любовь никогда не заканчивается, никогда не перестает. И все, что сделано с любовью, оно все эффективно и продуктивно. Поэтому, когда я с Иисусом, я могу быть искренним и любить других людей с правильным мотивом. Когда я что-то делаю, мы, люди, иногда хотим угодить другому человеку и живем в этом мире. Но этот мир, вот этот мир, в котором Он живет, мы живем, вы заметили, они об Иисусе вообще не говорят. Они настолько интересные и толерантные, но этот мир полностью демонический, полностью демонический. Не любите мира, того, что в мире. Это не значит, что нам не должен не нравиться это. Нам нравится, но без Иисуса меня это убьет. Мир полностью демонический. Если я буду дружить и любить демонических людей, я сам таким стану. Сам себе задавай вопрос. Но я хочу любить Иисуса. Я хочу держаться за Иисуса. Вы знаете, сколько среди верующих информационных инфекций, после которых ты общения, после которых тебе тяжело восстановить отношения с Иисусом, связь. Иисус, ты где? Чувствую, у меня мир ушел. Мне не так, нехорошо. Мне больно где-то. Иисус, ты где? Я сейчас еще сорвался где-то там на ком-то. Еще там, ну, что-то там натворил. Где Иисус? Иисус, ты где? Он говорит, сынок, как будто на другом берегу стоит. Плыви ко мне, а. Ты уплыл не туда. Мир показал тебе какие-то штучки, и ты пошел вообще не туда. Вы знаете, я некоторым говорю такую математическую формулу. И это очень важно понимать, что себестоимость квадратного метра жилья от 900 в среднем, нормального, адекватного, до 1000 долларов. И если ты будешь зарабатывать в месяц 1000 долларов и так далее, и так далее, то через сколько-то лет, 8 лет, 7 лет, и ты только купишь 45-53 метра хоть какой-то адекватной площади, и ты потеряешь 7 лет своей жизни, которую ты мог направить на Иисуса. Я задаю вопрос, неужели Иисус не знает, сколько что стоит? Знает? Знает. Неужели Он не хочет просто сказать, они живут там, а я покажу разницу между служащим мне и неслужащим мне, между любящим меня и не любящим меня. В каком проблема? Проблема? Проблема в... Проблема была в прошлом. Но теперь Иисус, слава Богу, должен занимать ту позицию. И вы знаете, страх говорит, это невозможно. Это невозможно. Страх говорит, ты не можешь заработать столько. Ты можешь заработать, но это тебе не могут подарить. Я вот на прошлом служении был одном, я слышал свидетельство. Конкретно может. Ну просто Бог дарит. Через каких-то людей. Ну все происходит. Но если ты не веришь, ну как хочешь, но если ты веришь, бери, просто бери. Иисус говорит, хочешь, ты не можешь, не успеваешь заработать, нет, мне некогда. Хочешь, я тебя благословлю. А это что значит? Это значит верить. А без веры Иисусу не понравишься. Ладно, мы сейчас к этому доберемся. Я... Аминь. Аллилуйя. Она в детстве мечтала, она пришла к Господу, а мечтала еще с детства, и потом мечтала, и потом подарила тетушка, а мы даже и не думали, эта тетушка вообще как-то немножко дальняя, и она как-то Господь расположил тетушку. Как-то. Как-то. Вот вопрос, как-то. И мы знаем, что это милость Божья. Она до сих пор благодарит, это было вот сколько, шесть лет назад, да, вот дает 25 тысяч долларов, и эти 25 тысяч долларов они умножают в дело, и купили более-менее треховно-другой дел, и она находится в его диску сетку. Аминь. Это называется свидетельство Иисусова. Вот. И она знает, что это Господь сделал. Аминь. Аминь. Иисус, мы благословляем. Как ее зовут? Наташа. Отец, мы благословляем Наташу, чтобы в ее жизни было больше славы, чтобы она продолжала любить тебя и свидетельствовать о тебе могущественно. Дух Святой просто мощно совершает нам работу. Мощно. Если дьявол где-то сделал какие-то ловушки, они все нейтрализованы, удалены прочь, а благословение твое продолжает действовать в жизни Натальи. Аминь. 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 Знаете, как благословляешь благословленного и аминь. А у нас Отец появился, Отец Небесный, еще и в квартире появился. У нас люди, которые умерли просто давно, и как бы серый, то есть у нас Отец Небесный. Аминь. Смотрите, 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 я точно знаю, что, я точно знаю, у Иисуса вообще для каждого из нас уже есть какой-то вариант нас благословить. Но вы знаете, что происходит каждый день, я заметил? Человек либо общается с неправильными людьми, каким-то неправильным человеком общается, а благословение здесь. И вот его просто отвлекли. В центре, да? В хорошем районе. Аминь. Иисус. Для меня лично. Так. Дальше. Да. Будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, кто не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась, что Отец послал Сына Своего, единственного, единородного Сына Иисуса, чтобы мы получили жизнь через Него, в том любовь, что не мы возлюбили Бога, а Иисус, Отец, возлюбил нас и послал Сына Своего Иисуса в умилостивление за грехи наши. Знаете, что это значит? Знаете, что такое грехи? Грехи – это значит, ты не можешь достичь успеха, у тебя не будет благословения. Это называется грехи. Но Иисус отрезал эту греховную линию и говорит, все, ты на моем пути, ты благословлен, ты мой. Иисус говорит, и получается, ты и Иисус, ты и я. Я говорю Иисусу, ты и я. Мы вместе. Да. У меня, кстати, я в жизни, у меня есть одно стихотворение, я вообще со стихами не дружу, и мне Бог дал стихотворение. Я вам, если даст Бог такую, я вам его прочту. Но на самом деле, я его думал, что потерял и где-то нашел его. Это было, наверное, лет 10 назад. Единственная заповедь, на которую надо обратить внимание, это любить Иисуса всем сердцем, всем разумением, всей крепостью, всей силой, всей душой. Любить Иисуса – это тогда все заповеди, остальные сами решаются. Кто-то говорит, нам нужно это, нам нужно то, мы должны там исполнять то, шаббат, шалом. Я понимаю. Аминь. Прилагательное. Но если ты сможешь полюбить Иисуса и как-то с Ним все-таки выстраивать отношения, твоя жизнь превратится в Эдемский сад. Будут противостояния, тебя, возможно, будут даже предавать, к тебе будут относиться иногда не с непониманием, но ты продолжай быть с Иисусом. Неважно, мы иногда находимся в среде, где среднее отношение с Иисусом или никакие среди верующих – это нормально. Я не хочу быть как нормальный. Я хочу, чтобы мой Иисус был постоянно сильный во мне. Я хожу по улице, я могу забыть, я могу отвлечься. Я не хочу забыть, я не хочу отвлечься. Я хочу Иисуса постоянно. Наркоман хочет постоянно химическую зависимость, а я хочу постоянно быть зависимым от Иисуса. Это самая лучшая химическая зависимость, душевная, духовная зависимость. Все мы зависимы. Если ты не зависим от Иисуса, значит, ты будешь зависим от какого-то уродливого, примитивного, демонического, земного проявления. Поэтому Иисус, все, что связано с Иисусом, потом начинает… Если ты связан с Иисусом, ты как дерево посажено потоком. Вот у тебя все красиво плодоносит. Аминь, Иисус. Съел. Дальше. Исповедание. Давайте мы исповедуем. Я люблю Иисуса и посвящаю себя тебе, Иисус. Давайте произнесем. Я люблю Иисуса и посвящаю себя тебе, Иисус. Еще раз. Я люблю Иисуса и посвящаю себя тебе, Иисус. Аминь. Кто я? Вопрос. Кто-нибудь из вас задавал себе вопрос? Кто я? Кто задавал вопрос такой? Поднимите, пожалуйста, руку. Я задавал. Катя, ты не задавал себе такой вопрос? Кто ты вообще? Постоянно. Мы руку не поднимаем, потому что мы все знаем. Я шучу. Мы все толком ничего не знаем. Если задавал, то подними руку, потому что ты не для меня поднимаешь руку, а ты поднимаешь для Иисуса. Вы поймите такую вещь, что здесь же тело, мы в теле, а если здесь голова, голова все смотрит и говорит, ты мечтаешь о чем-то? Да. А ты где находишься? В теле. Но в теле всем все бесплатно, в церкви, в семье Божией. Бог просто потому, что ты пришел, потому что ты пришел, мы соединились тело. Бери, что хочешь. Бери, я тебя благословляю. Так Иисус действует. Кто не размышляет о теле Божьем, о теле Господнем, тот вообще болеет и умирает. Но когда ты в теле, принимай от Иисуса, принимай. А я не заслужил. Сто процентов не заслужил. Ты даже не достиг никакого духовного уровня. У тебя нет времени получить даже эту способность. Тебе нужно тысячу лет еще учиться. Он говорит, да бери уже, просто будь со мной. Так много и сразу, да. У, Иисус, все. Ну, уж ничего не надо. Мне только ты нужен. Кто я? Я сотворен по образу и подобию Божьему. Это написано в Бытие 27. И сотворил Бог человека. По образу своему, по подобию Божьему сотворил мужчину и женщину. Аминь, аминь, аминь. Я образ Божий. Я сотворен Иисусом. Второе. Нужно всегда помнить, что человек как-то был приращен к преступлению, к грехам. То есть грешник, спасенный по благодати, да, но это еще не все. Я об этом помню. Благословенный, праведный, аминь в Иисусе, праведный верою жив будет. Вы знаете, многие говорят, я праведный во Христе Иисусе. Нет, я помню, откуда я не спал. Я помню, что если я сейчас перестану себя контролировать, я стану грешником. Меня вообще, я должен себя держать в железных, в железных клещах, в железной клетке, иначе плоть вырвется и пойдет гулять. И христианин это тот, кто может эту плоть заковать, натренировать и отправить на служение Иисусу. И тело, и душа, все должно и Духом Вадимы, Духом Святым служить всемогущему Богу. Никак по-другому. Все мое существо, оно принадлежит тебе, Иисус. Всегда. Аминь. Спасибо. Я новый человек во Христе Иисусе. Я новая тварь. Нет, ты новый человек в Господе Иисусе Христе, в Спасителе помазанном. Когда ты говоришь, Иисус Христос, мой Господь, это значит спасение и благословение принадлежат тебе просто по дружбе, просто бесплатно, просто бери, бери, бери. Ты не такой святой. Ну так он что, не знает, что тебе еще сто лет нужно зарабатывать на эту квартиру, на эту ерунду какие-то вещи? Он говорит, да бери просто, давай просто служи мне, отдай все свое сердце, всю свою душу, служи мне. Я знаю, что ты несовершенный, я знаю, что у тебя не получится, я знаю, что у тебя генетические недостатки, я знаю, я закрою все эти хромосомы генетические, недостатка, я включу в тебе благословение, которое от Авраама, я запущу все в твоей жизни, только иди за мной. Ой, у меня родственное, он у меня такое, ой, у меня такое, у меня еще... Да вообще, забудь все, ты уже в другой семье, у тебя уже другой родственник, это Иисус, твой старший брат, мы сейчас к этому придем, аллилуйя. У меня такое ощущение, что я здесь в бейсбольной битве. Хожу. Да. Но с любовью Божьей. Исповедание. Я сотворен по образу и подобию Божьему, я новый человек во Христе Иисусе, аминь. Повторяю. Я сотворен по образу и подобию Божьему. Еще раз. Я сотворен по образу и подобию моего Бога. Я новый человек в Иисусе Христе помазанном. И у меня все хорошо. Аминь. Аминь означает здесь и сейчас. Тот час. Аминь. Иисус. Качество Иисуса для меня. Качество Иисуса для меня, чтобы я был и поступал как Иисус. Кто-то говорит, это почти невозможно. Это почти невозможно. А я говорю, что это не просто возможно, я обязан так делать. Ну, просто обязан поступать. Сейчас мы проникнем в ядро, в суть ситуации. Мир и его походи создают опасность поглощения личности. Вот этот мир, в котором мы находимся, я уже говорил об этом, он настолько создает густую информационную атмосферу, что если я не буду как Иисус, если я не позволю Иисусу во мне работать, то он меня просто и поглотит. Как в море бросаешь человека, он сколько это время будет там барахтаться, потом утонет. Так вот, человек, когда попадает в мир, он какое-то время там барахтается, он пытается строить отношения, он потом утонет. И когда он в этой пучине этого мира, ты с ним разговариваешь, а у него изо рта вот эта блевотина, в чем он утонул, она выплескивается постоянно. Говорит слова, какие-то мерзкие вещи. У него мозг вот такой, он музыку слушает вот такую, знаете, как вот из ямы, из навозной кучи. Но, Иоанна 2.15, я очень люблю Иоанна, я очень люблю Павла, но он такой жесткий иногда бывает, у меня аж плохо бывает, серьезно. Но Иоанн говорит так, но я его обожаю. Иоанн говорит, не любите мира и того, что в мире, кто любит мир, тот не любит Отца вообще, тот Бога вообще не любит. Что хочешь, делай. Но ты говоришь, я хочу, Иисус, любить Тебя больше. Он говорит, хорошо, что ты предлагаешь? Иисус говорит, нет, ты предлагаешь. Я очень хочу Тебя. Ты уверен? Я очень хочу Тебя, Иисус. Ты уверен? Да, Иисус. Ну, хорошо, я сделаю то, что ты не мог сделать. Но если ты не скажешь Иисусу, что ты хочешь Его любить, ты не сможешь своими силами добраться до Иисуса. Все, что в этом мире, это царство дьявола. Матфея 6.33. Это качество Иисуса для меня, но мы сейчас к ним придем. Ищите прежде царство Божье и все приложится мне. У меня все получается. Что значит царство Божье? Праведность, мир и радость в Духе Святом. Это качество души, это характеристики твоей личности. Есть характеристики демонического царства. Злоба, страх, агрессия, жадность. Ну, все, что вот сейчас людьми управляет, это этот мир. А Иисус говорит, старайтесь. Вы знаете, что Иисус приготовил у нас более легкий путь? Путь в грехе более трудный, чем путь с Иисусом. Но люди выбирают все равно дела трудные и идут по этому пути и находят еще виноватых. Но Иисус приготовил у нас свой путь. Скажи, у меня есть путь от Иисуса. Мой путь, моя сценарная линия, и я там главной роли, в роли благословенного, в роде святого, и моя жизнь, она, как фильм, на который приходят миллионы людей. и в этом фильме главный Иисус. Аминь. Благодарение Богу Отцу, Который всегда нам дает торжествовать во Христе, и благоухание познания Иисусе распространяет нами на всяком месте, и мы Христово благоухание Богу Отцу, в спасаемых и в погибающих. Это качество Иисуса для меня. От тебя. Какая в тебе информация? Если в тебе информация, которая воняет, духовно, или в тебе информация, которая просто создает атмосферу вокруг тебя, уютную, комфортную, счастливую. Кто ты вообще? Благоухание из помазанного. Помазание. Благоухание Иисуса. Благоухание спасения. Это хорошо. Благоухание, помазание на любом месте для верующих, для не верующих. Мы сейчас скоро окажемся там. Тело, оно начнет расходиться по дислокации, где мы прописаны. Но мы остаемся телом. Поэтому я очень хочу, чтобы даже через час ты не терял температуру, атмосферу любви Иисуса для твоего сердца, для твоего разума, для твоей души, для всего твоего существа. Аминь, Иисус. Исповедание. У меня все получается. Я всегда торжествую победу в Иисусе Христе. Мы его не будем исповедовать. Ага, будем. У меня все получается. Я всегда торжествую победу в Иисусе Христе Господе моем. Аминь. У меня все получилось. У меня все получилось. Ты скажешь, а в городе как-то там разный почти невозможный сезон. Это у них сезон, а у меня благословение. Которое печали не приносит, а радость приносит. Ты кто такой? Так и скажи ему, я сын Божий, я дочь царя. Давай я за тебя помолюсь сейчас. У тебя тоже все будет. В голове начнется пробуждение, революция. Иисус пример друга. Вы знаете, очень много сейчас таких разных стертостей, таких вещей, которые... Дружба, это какая-то, знаете, социальная фишка, какой-то лайк, друг ВКонтакте, друг Фейсбуке, друг еще где-то. Это вообще не друг. Друг это тот, кто готов отдать часть себя. Хотя бы ненадолго сесть в тюрьму ради тебя. Хотя бы слить пол-литра крови. Ну, если она нормальная, ну, подходит, то можно. Но я не об этом. Друг, давайте 1 Петра 4,8. Более всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Друг это человек, который может любить. Он может прощать. Он может быть верным. Он может тебе в глаза сказать, ты сегодня на Иисуса не похож, ты обезьяна. Вернись в образ Божий. Вернись в образ Иисуса. Вернись домой. Хватит этими вещами уже где-то жить, как притчи. Кто хочет иметь друзей, сам должен быть дружелюбным. Я на днях задал один такой вопрос. Кого есть друг? Поднимите руку. Кого есть друг? У вас есть друг? Вернись. А знаете, почему я скажу такое? А теперь я вам скажу. Вот какие у тебя отношения с этим другом, вот какие у тебя отношения с Иисусом? Тысячу процентов! Если у тебя есть друг, хотя бы пол друга, у тебя уже хоть пол Иисуса есть. Хоть уже началось строительство твоей верности, твоего доверия. Я серьезно говорю? Это вообще, это сто процентов. Если у тебя есть друг, то то доверие, которое есть у тебя к нему, значит у тебя такие отношения с Иисусом. Это как зеркальность. У тебя должен быть хотя бы один верный друг. Если у тебя есть верный друг, значит ты с Иисусом хоть как-то уже на связи. Это проверка. Можешь ли быть верным? У тебя будут друзья. А это значит ты с Иисусом уже как-то у тебя что-то происходит. Ну это такой тестовый вопрос. Луки 16.9 Я говорю вам, приобретайте друзей богатством неправедным. Друзей вообще мне кажется нужно чуть ли не покупать. Вкладывать. Хочешь друга иметь? Тебе нравится этот человек? Ты хочешь что-то подари? Что-то вложи? Тебе нужно не только я хочу мне-то не надо только мне эгоист. У эгоистов нет друзей. Они столько думают о себе. А если друзья есть, то они такие же, как он. Но друг он жертвует, он вкладывает, он покупает себе друзей. И друг настолько привыкает. И даже если ты с ним поссоришься, ты его не просто покупаешь друга, ты располагаешь его к себе. Пока он к тебе, этот друг, не готов, этот человек, ты его подкармливаешь, как ту рыбу. но потом все шероховатости прошли, вы стали друзьями, оказывается, ты вкладывал в этого друга. И притчи говорят об этом. Луки говорит, приобретайте друзей, себе друзей богатством неправедным. Иисус говорит, 15-15, я назвал вас друзьями. Не ты назвал Иисуса другом, а он назвал тебя другом. Иоанна 15-15 задумался. Иоанна 15-14 Иисус говорит, вы друзья мои, если исполняете все, что я говорю вам. Знаете, что определяет друга? Дружба определяется, что когда вы поговорили, твой друг не забыл твоих слов и не слил их. Друг помнит слова своего друга. Друг прислушивается. Друзья это те люди, которые ценят общение, и когда они ценят мысли друг друга, тогда эти люди становятся, у них появляется принцип драгоценных отношений. Есть люди, с которыми я общаюсь, мне так интересно. А есть люди, которые вкладываешь как в унитаз, и оно постоянно сливается. Человеку не важны твои мысли, он живет своей жизнью. Какие друзья? Я хочу быть другом. Да не будешь ты другом, потому что принцип бережешь ли ты, что тебе сказал Иисус. Если мне дорого слова Иисуса, то если Бог работает через этого человека, спасибо тебе за то, что ты дал мне? Тут нужно додумывать с самим, мы сейчас уже выходим на финишную. Луки говорит, преданы будете родителями, братьями, родственниками, друзьями, и некоторых из вас умертвят. Нас возможно будут предавать, но травма это не должно, вы знаете об этом, но это не должно быть для вас травмой. Продолжайте любить, продолжайте быть верными, продолжайте благословлять. Дьявол специально хочет отравить тебя, чтобы ты был обижен, чтобы ты никому не доверял, и если ты так будешь себя вести, друзей не будет, а Иисус говорит, я первый твой друг, я прихожу иногда через людей, я тренирую тебя через людей, я хочу тебя благословить, как друга, и вдруг приходит момент, Иисус приходит в твою жизнь, а ты натренировался дружить с человеком, уже можешь дружить, уже можешь общаться с ним, но все начинается через дружбу с другим человеком, это тонкая вещь, это дай Бог нам Иисус это все перенять. Иоанна 15, 13, большая любовь, большая любовь в том, кто положит душу свою за друзей своих. Что такое душа? Разум, воля, эмоции, память, интеллект, воображение, какие-то элементы совести, интуиции, и так далее, и так далее, и так далее, исповедание. Иисус говорит, я назвал вас друзьями, ты мой друг, исповедание. Я друг Иисуса. Я друг Иисуса. Я друг Иисуса. Иисус, я твой друг. Иисус, я твой друг. Иисус, я твой друг. Аминь. Иисус – пример брата, родственные отношения. Ненавидящий брата своего есть человекоубийца. И вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. Любовь познали мы в том, что Иисус положил душу свою. И мы должны полагать души свои за братья. Главное слово – полагать. Я прочитал одну такую, в Инстаграме скинули такую штучку, там написано. В одних племенах, если человек что-то натворил плохое, то все племя ставит человека в середину, и двое суток говорят и вспоминают самое хорошее о его жизни. Двое суток они ему говорят. Потому что они знают, что человек пришел не преступником. Они ему говорят настолько хорошие вещи, что он не может быть преступником. Если человек сделал что-то плохое, какие-то туземцы, двое суток говорят ему слова любви, вспоминают все хорошее о нем и говорят, говорят, ты хороший, у тебя получится. Все, что было в прошлом, оно забыто. Ты самый лучший, ты благословенный, ты сделал мне добро, ты сделал мне добро, ты так много хорошего сделал, ты сам. И человек не может просто жить в плохом. Где-то в Африке люди это понимают. И у нас понимают. Вот прямо здесь. Иоанна 3.12. Смотрите, какую любовь дал нам отец, чтобы мы назывались и были детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал его. Возлюбленные мы здесь сейчас, дети Божьи. И мой старший брат, это Иисус. Он как старший брат заботится обо мне. Он смотрит, чтобы я нигде не... Знаете, как старший брат, у меня старший брат был. Я был маленький, он водил меня, он рассказывал мне столько родных историй. Мы шли с детского садика мимо магазина «Океан был». Там постоянно привозили живую рыбу. И когда выпадали эти рыбки, мы этих рыбок вложили в баночку. Или в лужицы тащили. И бежали на озеро, спасали этих рыбок. Я был вот такой маленький. И он, я просто вспоминаю, мы как два спасателя. Я бегу, уже не могу. Он бежит, мне нужно маленькие шаги, у него большие. И мы спасали этих рыбок. Мы отпускали в... Я просто вспоминаю, что старший брат, ну, Иисус, он такой. Ты, может быть, не успеваешь за ним бежать, но он так тебя любит. И он держит тебя за ручку. Но вы еще вместе спасаете эту рыбку с этой бочки. Вы поняли? То есть, это прообраз. Иисус хочет с тобой что-то сделать. Может быть, ты еще маленький и бежишь, как этот маленький человек. Но он держит тебя за руку. И вы вместе спасаете эту душу, эту рыбку. Исповедание. Сейчас, я говорю сын, а вы говорите дочь. Я сын Божий. И полагаю душу свою за братьев и сестер. Сейчас я сын Божий. И полагаю душу свою за братьев и сестер. Аминь. Иисус во мне есть всегда. Иисус в сердце моем близко. Второе Коринфянам. Вы храм Бога живого. И сказал Бог, вселюсь в тебя и буду ходить в тебя. Вселюсь в них, но он вселяется в тебя. Я есть твой Бог. Бог говорит, я есть твой Бог, ты есть мой народ. Ифесянам. Да даст нам по богатству славу своей крепко утвердиться духом во внутреннем человеке. Верую вселиться Христу, вселиться в сердце мое, чтобы я укорененный познал. И там идет дальше стихи. В чем широта, глубина, вот эти всю высоту, мощь Иисуса. И Лука 17, 28. Царство Божие внутри меня есть. Я хочу вам сказать один такой секрет. Вы знаете, что когда вас Иисус, даже если вы не можете исцелять людей и не умеете, но вы все равно возлагаете руки, Иисус будет исцелять через вас. Потому что Он исцеляет. И ты говоришь, твой мозг говорит, я не могу, я не умею, у меня не получается. Иисус говорит, руки есть? Есть. Исцели во имя Иисуса. Иисус, ты где? Да я уже все сделал. А, хо, как получилось, не знаю. Это Иисус. Секрет исцелений. И просто позволь Иисусу через твои руки высвободить благословение на этого человека. Даже если у этого человека нет веры, не имеет никакого значения. Это же Иисус. Ты не против Иисуса? То, за кого ты, кому ты прикоснулся, не против Иисуса? Нет. Значит, сила движется, и она проходит через твои руки. Это главный секрет исцеления. Просто Иисус в тебе, просто положи руки и действуй. Многие ходят в семинары исцеления. Просто возьми руку, положи. Все, а, сила пошла. Иисус. Аминь. Качество и способности. Качество и мои способности. Я все могу. Филиппийцам 4.13. Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Это чьи качества? Качество Иисуса. Но это во мне. Но я все могу. Дьявол скажет, ты не можешь. Я все могу с Иисусом. Я все могу с Иисусом. Я все могу. Я принял силу, когда на меня сошел Дух Святой. Когда во мне Дух Святой. Знаете, что самое страшное? Когда уходит Дух Святой. Иисус не уходит. Мы уходим от Иисуса. Но если ты с Иисусом в каких-то натянутых отношениях, Дух Святой уйдет. Если Дух Святой уйдет, будет трудно жить. Трудно жить. Ты будешь приходить и каяться постоянно. Ты будешь слюни пускать для Иисуса. Иисус говорит, я не для этого дал тебе Духа Святого. Я дал тебе Духа Святого, чтобы в тебя была сила жить. Приобретать богатство. Мечтать. Воплощать. Материализовать. Говори. Вы знаете, что самое мощное, что сегодня Иисус говорит? Говори слова благословения. Говори слова жизни. Кто-то говорит, блин, нафиг. Это все мат. И когда человек матерится, там Духа Святого нет. И благословения там нет. Нет. И бога там нет. Да, Кать, правильно ты сделала. Кому ты обладаешь? Я знаю, что ты обижен на меня. Знаете, несколько дней назад я скажу, я скажу сейчас при Кате. Я просто послал ее, послал нематом два раза. Послал. Но я ее все равно люблю. Но я не хочу с черными вещами иметь дело. Я говорю, хочешь, мы будем говорить только об Иисусе. И мне было больно. Я каюсь перед вами. То, что сказала Кате сейчас, я говорю. Но я не хочу. Я с Катей могу общаться. Буду общаться только на Божьей темы. Все остальные отношения больше не будут. Никаких этих самых. Там, привет, пока. Хочешь об Иисусе, будем об Иисусе. Не хочешь? Говори про меня, что хочешь. Мне все равно. Я говорю, что все, что есть в жизни человека, я все меняю. Мне ничего не надо. Я все отдаю. Иисус только это действует. Если есть человек, который отдаляет меня от Иисуса, я не буду с Ним общаться. Но он хороший. Я не буду. Я могу полагать за Него душу. Я могу за Него молиться. Я не буду с Ним общаться. Не хочет? Не надо. Я никого не заставляю. И так идите, Иисус говорит в Матфея 28, и так идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча соблюдать, что Я повелел вам. И вот Я с вами, Иисус говорит, Я с вами во все дни, каждый день, пока закончится время до скончания века. Иисус говорит, Я с тобой. Скажи, Иисус со мной всегда. Сейчас. Через пять минут. Через два часа. Всегда. Всегда. Если Иисус со мной, меня невозможно ни потопить, ни убить, ни уничтожить, ничего не получится. Ни у кого ничего не получится. Иисус со мной всегда. Иисус со мной всегда. Давайте мы скажем такие слова. Я сильный Духом. Я сильный Духом Божьим. Я все могу в укрепляющем Меня Иисусе Христе. Я исполняю совершенную волю Божию в своей жизни. Потому что Иисус со мной и во мне сейчас. Иисус здесь. Аминь. Иисус, спасибо. Мои качества от Иисуса записаны в Священном Писании. Закон, заповеди полезный, чудесный, записанный в Священном Писании является принципами моего поведения. Многие говорят, что я не по закону живу. Да не в законе дело. Священное Писание это принципы поведения. Но если ты грешник, то Священное Писание будет законом бить по твоей жизни. И эти грешники говорят, мы не под законом живем. Закон добр, а ты злой. Но будь с Иисусом, и все, и закон будет служить тебе. И любить тебя, и благословлять тебя незаконно. Потому что благодать это незаслуженное благословение. Закон будет подстраиваться под Иисуса в твоей жизни. Потому что законом не оправдается никакая плоть. А с Иисусом все во благо, все на пользу, все в благословение. Самый главный сегодня Иисус. А потом ты. Ты и Иисус. Я и Иисус. Иисус и я. Иисус и я. Вместе дружная семья. Все Писание богодухновенно, полезно, совершенно. И мы подводим итог. Я задаю вам вопросы. В двух словах. Ваша мысль. Иисус и ты. В чем? Что у вас сохранилось? Иисус и ты. Кто Иисус? Кто Иисус для тебя? Просто задай себе вопрос. Кто Иисус для тебя? Дай Бог, чтобы не потерялась и не забылась. А кто ты? Кто я? Кто я? Мы исповедовали сегодня. Я новое творение. Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Иисус за меня. Иисус во мне. А какой Иисус? Какой Иисус как друг? Я рассказал несколько историй. Иисус говорит, чтобы мы отдавали свою душу за друзей. Чтобы мы были больше терпеливыми. Чтобы мы оплачивали этих друзей. Чтобы мы старались им помочь. Но если Он не хочет... Вы знаете, как много людей отсеивается из жизни? Я готов быть, помогать Богом. Но если человек не идет за Иисусом, я его просто... Я его отпускаю как рыбу. Как рыбу в этот... Не в океан, а в этот... В аквариум ресторана, который потом скоро съедят. Какие возможности Иисуса во мне? Иисус, и что дальше? Эти все вопросы... Вот мы сейчас расходимся, да? Иисус, а что будет дальше? Что дальше? Вот мы сейчас побыли в теле Иисуса. Иисус, я хочу быть с Тобой. Я не знаю многого. Есть тайны духовные. А я хочу быть с Тобой. Я хочу быть с Тобой, Иисус. Аминь. Давайте мы сделаем такое молитвенное исповедание всех итогов, которые мы сегодня говорили, провозглашали. Я буду говорить эти слова как бы как провозглашение, а вы просто... Это как напоминание то, что мы сегодня говорили. А вы просто исповедуйте это в свой адрес и в свою жизнь. Иисус мой Господь. Иисус, все во всем для меня. Я люблю Тебя, Иисус. Я посвящаю себя Тебе, Иисус. Я сотворен по образу и подобию Божьему. Я новый человек в Иисусе Христе. Я всегда торжествую победу в Тебе, Иисус. Я друг Иисуса. Я друг Иисуса. Я Сын Божий. И я полагаю душу свою за братьев и за сестер. Царство Божье внутри меня есть. Иисус во мне всегда действует могущественно. Иисус во мне всегда действует могущественно. И я сильный Духом Христовым. Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. И я исполняю совершенную волю Божью в моей жизни. Потому что Иисус во мне, и потому что Ты, Иисус, со мной. Аминь. Я помолюсь за нас. Сам же Бог мира, Отец. Сам же Бог, Отец мира, да светит нас во всей полноте. И мой дух, и душа, и тело, во всей целостности, да сохранились без порока. В предшествии Господа нашего Иисуса Христа. И давайте повторим. Такой Коринфянам. Второй Коринфянам 13. Благодать Господа нашего Иисуса Христа. И любовь Бога Отца. И общине Святого Духа со всеми нами. Аминь. Аминь. Давайте прославим Иисуса. Иисус, Ты Господь тела. Ты владыка мощной. Я благодарю Тебя за то, что сила здоровья. Сила исцеления. Сила благословения. Твоя сила, Дух Святой на этом месте. Я поставлю всем телам восстанавливаться в здоровье. Восстанавливаться, саморегулироваться. Сила Духа Святого в каждом теле. В каждом органе. Где был недостаток. Где была немощь. Я поверю телам восстановиться. Исцелиться. Именем Иисуса. Именем Иисуса. Здесь. Сейчас. В теле. Нет места никакой немощи. Всякая немощь. Всякий ионический дух. Всякое проклятие. Которое пыталось атаковать тело. Душу. И дух. Оно разбито. Кровью. Именем Иисуса. Стоп. И сейчас Иисус. Силою Духа Святого. Я постанавливаю целостность. Здоровье. Восстановление. В каждом органе. В каждой части тела. В каждом заколке души. Сила Духа Святого. Мощь. И благословение Твое Иисус. Во всем и всегда. Иисус. Мы тело Твое. Я прошу Тебя. Чтобы дух веры. Чтобы образы и видения от Тебя. Чтобы сила Твоя. Просто соединялись внутри каждого из нас. И производили слова благословения. Я умоляю. Прошу Тебя Иисус. Чтобы мы любили Тебя на неделе. Чтобы мы просто привязывались к Тебе. Чтобы мы просто были чутки к окружающим людям. Иисус. Я хочу. Чтобы Ты в каждом из нас усиливался и действовал. Ты сказал. Но вы примите силу. Когда Дух Святой начнет действовать через вас. Прямо сейчас. Дух Святой. Я прошу Тебя. Чтобы в наша память. Наши ощущения. Все было подчинено Тебе. И тела. И души. И дух. И все естество. И все сферы. И наши родственники. Мы благословляем их. Твоим именем Иисус. Знаете. Помолимся. За наш город. Помолимся за Украину. Вы знаете. Уже так надоели. Эти странности. Такие вообще. Люди такие наивные. За кого они голосуют вообще. Даже если за деньги. Ну возьми деньги. Но все равно не голосуют. Я не знаю. Все равно же. Ой. 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 Иисус. Мы благодарим Тебя за Украину. Это чудесная страна. Которую дьявол хотел уничтожить. Но это в прошлом. И мы благодарим Иисусу за Украину. Благословенная страна. В которой Иисус Христос наш Господь. И мы благодарим Тебя за то, что тело Твое, Церковь Твоя, Семья Божия. Она не позволит. А мы как сон и как свет на вершине освящаем эту страну. Освящаем этот город. Мы говорим, что начались изменения. Благословение. Славы Твоей. Познанию Тебя. Действия Духа Святого. Господь. Иисус в этой стране. Закончилось проклятие. И действует благословение. Ты сказал, что всем повсюду Ты подолеваешь покаяться. Я говорю, Господь. Множество людей Ты просто приводишь в тело Твое. В Дом Божий. Дух Святой. Миллионами, тысячами ангелов Господь. Для каждого из нас. Я восстанавливаю служение Духа Святого. Ангелов Суд заповедовал хранить нас на всех путях. Дух Святой, веди и управляй нами. На этой неделе. Во всякое время. В этом городе. Когда ступили стопы и ног. К чему мы прикасаемся. К чему мы думаем. Говорим. Все благословлено Твоим именем Иисус. Иисус. Я прошу Тебя. Пусть дерзновение. Пусть смелость будет. Такая, которая бы как раньше не была. Смелость побеждать. Смелость выигрывать. Смелость брать. Смелость принимать от Тебя большие благословения Иисуса. И я благодарю Тебя Иисус. На то, что настало время больших свидетельств. Я говорю. Господь. Всякий сарказм. Всякая неверие. Всякая обида. Всякая чернь. Она просто ушла. Прочь. Вами Иисуса. Я говорю, что с этого момента все могущество Иисуса, оно просто наливается в каждую сферу жизни. Где был недостаток, там наполнение, наполнение в Тебе, Иисус. Где была нужда, где была мечта, там исполнение и воплощение прямо сейчас. Иисус, Ты здесь, на этом месте. Я знаю, что смиренно даешь благодать. За смирением страха Господня, богатство, слава и жизнь. Иисус, я умоляю Тебя, я прошу Тебя, чтобы мы сделали все, чтобы ценить Тебя как самого дорогого. Продолжение следует...